Привет всем дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики. Ну что, в Ташкенте полноправно вступила в силу весна. Сейчас уже, наверное, где-то 20 градусов, 23 чувствуется. В Ташкенте прямо жарко. Ну и мы, так как у нас сейчас каникулы в школах, решили с детишками прогуляться по Ташкент-сити. Да, в начале кадра вы видели это небоскреб Нест-Ван. С левой стороны у нас гостиница Хилтон. Ну и вот новый Ташкент с такими вот небоскребами. Вот Нест-Ван. Давайте прогуляемся. Посмотрим, что здесь да как. Ташкент-сити-парк. Большая территория. Все грамотно сделано. Есть поющий фонтан музыкальный. Ну он вечером, в принципе, в основном работает. Также, ну вы, наверное, знаете, да, Ташкент-мол открылся, большой гипермаркет. Не знаю, до него мы дойдем, не дойдем. Ну, в парк мы точно зайдем, да? Да, можно заехать на территорию на машине. Мы решили ее оставить чуть дальше, не заезжать. Бабочки, бабочки. О, бабочка на камеру села. Да, весна пришла. А вот нас интересует этот аквариум, да? А вот тут, да? Давайте. А он специально вышел нам все рассказать. Музей знамятости, планетарий, летающий театр, музей, планетарий. А вы про что говорили? Вот, цены, рассмотрите. Музей знамятости, это восковые фигуры. 50 тысяч человек, да, правильно? Планетарий 70 тысяч человек. Сколько по времени? Если вы, два в одном, три в одном есть, если хотите. А, да, да, да. Планетарий и музей 100 тысяч. Летающий театр. Летающий театр, это птичий полет будет, если в городе Узбекистана показывают. Выставительское место, красивое место показывают. Это высоко поднимает? Да, закрытое помещение будет, вот такое сидение будет, мониторит, как летающий будет. 5D, короче, да, получается? Летающий театр, видите? Страшно? Нет, страшно. Попробуем? Не знаю, у меня вот это высоко страшно, Кавалюшка. А там что, действительно высоко? Помещение, да, это как кинотеатр? Где-то 10 метров наверх поднимается, вот такое сидение, как летающие сделают они. Кавалюшка не сможет. Да. А цену у вас 100 тысяч это на взрослых? Да. А на детей? Это два, видите? Вот музей планетарий, например, 100 тысяч, да? Вот на детей какая цена? Детям это... Три года и десять лет. Да, вот три года бесплатно будет музей планетарий. Ага, а 10 лет? 10 лет платно будет, как 100 тысяч. Так же взрослые, да, вилет 100 тысяч? Итого 300 тысяч получается. Что, сделаем? Да, давайте. Вот это и цилизм здесь у нас сидит. У нас... Ну, масковые фигуры. Сейчас там очередь с сестра. Ага. Это летающий театр, 18-00. Нам летающий театр не нужен? Да, планетарий вот, 16-00 начинается, пока музей заходит, и потом планетарий можно будет, да? Хорошо? Музей безограничных. Хорошо. Это через час. Да, сейчас пока. У вас наличные нету, да? Да, карточкой. Или хумо там. Нет, нет, нет. Только вот это. Я посмотрю, да не помогла. Ну что, мы взяли три билета. Малыш у нас получается трехлетка бесплатно. Ну и нам получается по 100 тысяч. Это где-то 9 долларов, да? Где-то 9 долларов. Мы посетим музей планетарий. Музей восковых фигур и планетарий. Давай дорогу перейдем? Мама, да, гоню. Нет, сейчас нельзя, а ты гонись. Куда перейдешь, а там, да. Здесь там дорога. Стоять, Кабал. Папа, руку берем, а куда проходим. Вот, да, по-другому. Ой, видите, ну, очень аккуратно. Стоять, кубик, вот здесь. Машина. Ты что, машина? Вот сейчас туда побежишь. Ну, пока нет. Хорошо, нет, побежишь. Отсюда вот туда идти. По красной дороге. Молодец, по красной дороге. По красной дороге. Беги-ка, мама. Я беру. Беги. Беги. Ну что, справа у нас парк Ташкент-Сити. Камалюки здесь раздолье бегать. Большая территория. Смотри, дельфинчики какие. Дельфины. Смотри, какие дельфинчики. Папа, садимся на входе. Давайте, давайте. Давайте, вон тебе. Все там. Все там? Там флаги-дарь, да? Ну, там, рядом. Дайте. Камал, какая музыка? Ты слышишь, да? Камалюш. Твоя мелодия играет. Да, Камалюх? Так, ташкентский планетарий здесь. И музей знаменитостей, скорее всего, тоже здесь. Идемте, пройдем. Попробуйтесь, ты живering. Камалюш. на ташкенте очень хорошая погода как раз для прогулок да вот он музей рисковых фигур давайте зайдем и посмотрим кто это у нас мистер бин кажется брэд вот так вот вы входите с левой стороны есть гардероб народ ждет нам сказали подождать потому что сеанс закончится потом вы можете зайти пойдем метро зайдем что вот скорее все с правой стороны а здесь у нас что пойдем у нас трое малыш запчите время оказывается время запчите время планетария 16 00 как он находится сами застал не трогается варш охранник спит камалюш смотри охранник спит не трогай ну что, Гарри Поттер как настоящий прям он как настоящий Таня, она моргает она моргает вот наша мама вот мама Гамал, не торопись здесь можно сфоткаться оттуда нельзя вставать можно рядом мистер Билл глядывает из-за яблока сейчас я вам покажу, видеть тебя Ваняш синий красиво посердите все 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 и вот так и вот так это давай доходи, дорогой туда хватит? нет королева и кажется владимир владимирович вот так повернись чуть-чуть полгода и нормально встань на меня смотри молодцы и пошлите азиз смотри твоя тема футболисты ну-ка расскажи кто это футболист майкл джексон да вот смотрите обложки дейнджерус хистерии бэд смотри все альбомы марлин монро не похожи совсем да пить сейчас все пить сейчас в паре надо пить вкус это кажется месси да да похож месси еще похоже да как-то а это кто рональдо разворачивайся разворачивайся сюда по центру встань да а малюш иди сюда возьми его с собой нет да так ну не хочет он да разрешается опа все есть пошли пошли смотри вот так идем ко мне ну что пиратская тема да вот так вот так с вот так похож да прямо четко сделали чарли чаплин Это, если я не ошибаюсь, наш узбекский певец, Югу с Усманом. Скорее всего. Да, вот еще Абита Сомов, Абита Сомов, красавчик, сейчас смотрите, как четко сделали, да, вот эта детализация, прямо, ну, естественно, восхищает, вот тоже наш комик. Да, индийская тема, кажется, рашка тут, если я ошибаюсь. Еще Терминатор, Терминатор, Брюс Миллис, собственная персона, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан. Здесь у нас турецкая тема. Герои турецких сериалов. Любимчик всей женщины. Ну и Султан Сулейман. Султан Сулейман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Цукерберг Основатель сети Facebook Билл Гейтс Субтитры создавал DimaTorzok Который мы сейчас зайдем Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 65 миллионов лет назад Ужас охватил Все живое на Земле Когда сильнейший Вихрь начал Крушить все вокруг Огненный шар С дымящим хвостом Разорвал небо над Центральной Америкой Это столкновение Произошло на территории Нынешней Мексики На подостере Инкатан Хотя, вы знаете, камера как будто передает Взрыв оставил яму 50-метровой глубины И около 180 километров Диальтра Кратер Чипсулуп Происходили ли подобные Ужасные события В близкие К нам времена В последний раз Крупный астероид Пролетал сквозь атмосферу Земли Над Тунгусской тайгой В 1908 году На рассвете На рассвете 30 июня 1908 года Спокойствие Сибирской тайги Неожиданно нарушило Появление Острепительно яркого тела Летевшего с огромной скоростью К земле Затмив на несколько секунд Солнечный свет Тело скрылось За горизонтом Через мгновение В районе Под каменная Тунгусска Поднялся гигантский столб пламени Который хорошо был виден С расстояния 450 км Ударная волна Свалила и зажгла много деревьев Убила тысячи северных оленей Лес был повален на площади Около двух тысяч квадратных километров Причем стволы деревьев Лежавшие на земле Указывали направление К центру взрыва Но именно в эпицентре взрыва Деревья стояли прямо И только верхушки Были сломаны так Что казалось Будто воздушная волна Ударила по ним сверху Поэтому возникло предположение Что взрыв Тунгусского космического тела Состоялся в воздухе На большой высоте Над поверхностью Земли Наиболее вероятное Объяснение Сибирского феномена Это Падение астероида Или кометы С массой Около одного миллиона Тон Ничего себе Тунгусский взрыв Мог привести Еще большей Катастрофе Если бы Состоялся На четыре часа Позже Тогда он Произошел бы В немало Заселенном Уголке Сибири А В Петерурге И погибли бы Миллионы людей Вселенная Грозит нам Разнообразными Угрозами Но Космос Стоит опасности По сравнению С которыми Астероиды Не так Уже страшны Один из Крупнейших Катаклизмов Происходящих В космосе Вспышки Сверхновых Звезд Это звезды Пережившие Страшный Взрыв Такое Событие Происходит Когда Массивная Звезда Исчерпает Все запасы Своего Топа Тогда За мгновением Она Сжимается Словно Спешит Втиснуть Свое Вещество В крошечное Ядро Его Плотность Быстро Растет Ядро Превращается В сверхплотную Митронную Звезду Свою Внешнюю Оболочку Светило Сбрасывает В окружающее Пространство В момент Своем Сверхновая Звезда Излучает Столько Энергии Сколько Солнце Способно Выработать За миллиарды Лет Если Подобное Событие Взрыв Массивной Звезды Произойдет В радиусе 350 ситов Лет От земли Оно скажется И на жизни нашей планеты Потоки Ультрафиолетового Рентгеновского И Гамма Излучения Неизбежно Достигнут Земли И Значительно Повредят Озоновый слой Который Не выдержит Такого Мощного Удара В нем Возникнут дыры Которые Не исчезнут В течении Десятилетий Жесткие Ультрафиолетовые Ручи Истребят Планктон Основу Пищевой Цепи В Мировом Океане Начнется Массовое Вымирание Животов Питающихся Планктоном Затем Погибнут Хищники Оставшиеся Без добычи Ученые Подсчитали Что при взрыве Сверхновой Звезды Которая Находится На расстоянии Десяти световых Сверхновых лет От Земли Озоновый щит Нашей планеты Просто Исчезнет Насколько Велика Такая Опасность В нашей Галактике Взрывы Сверхновых Звезд Происходят В среднем Раз В пятьдесят Сто Лет Но Эти Космические Эти Верки Не причиняли Нам Беда Ведь Происходили Довольно Далеко От нас Например Один из них Произошел В тысячи пятьдесят четвертом Году В созвездии Тельца В результате Чего Возникла Известная Гробовидная Туманность Очень Близко От нас Взрыв Сверхновой Звезды Наблюдается Лишь один Раз В несколько Сот Миллионов Лет Астрономы Уже Догадываются Где состоится Новый Взрыв В известном Зимнем Сосвездии Ориона На плече Ориона Сияет Яркая Красная Звезда Бетергейз Это Одна из Наибольших Известных Нам звезд Если бы Ее разместили На месте Солнца То она Достигла бы Орбиты Юпитера Сейчас Бетергейз Находится На завершающей Стадии Эволюции При взрыве Бетергейз Засияет На нашем Небе Как полная Луна Но Наверное Поток Страшных Космических Лучей На нас Не очень Повлияет Ведь она Находится От нас На расстоянии 640 световых лет Еще одна Угроза Которая Может прийти Из космоса Это Потоки Гамма Излучения Их еще называют Лучами Смерти Ежедневно Рентгеновские Спутники Регистрируют В разных уголках Вселенной Вспышки Гамма Излучения Они Появляются На несколько секунд Однако Их мощность Такова Что Только за секунду Они излучают Столько Энергии Сколько Могло бы Излучить Солнце За миллиарды Лет Мы Не знаем Откуда Берется Эта энергия Некоторые Ученые Даже считают Что Такие вспышки Рождаются Когда Материя Сталкивается С Антиматерией Впрочем Чаще всего Называют Другие Причины Этих Таинственных Вспышек Связывая их С нейтронными Звездами Возможно Эти ужасные Вспышки Которые В миллиарды раз Ярче Солнца Возникают Когда Нейтронная Звезда Исчезает В пучине Большой Черной Дыры Проваливаясь В бездну Она Бросает Последний Луч Который Летит Просторами Космоса Сеет Смерть И Истепляет Все На своем пути Пока Что Вспышки Гамма Излучения Наблюдали За пределами Нашей галактики А что же Произойдет Если Такая молния Засияет Недалеко От нашей планеты Тогда На Землю Нахлынуло бы Столько Заряженных Частиц Что Произошло бы Сильное Радиоактивное Загвязнение Воздуха И почвы Его доза Была бы Смертельной Для всего живого Возможно Самую массовую Гибель Животных На нашей планете Пермскую Катастрофу Вызвала Именно Такая вспышка К сожалению Галактика Достаточно Жестокое место И если Нам не повезет То Сложным формам Жизни Придет конец Мы Не замечаем Того Что планета Земля Постоянно Движется Мы Спокойно Живем А Солнечная Система Летит по Галактике Со скоростью 230 Км В секунду Вращаясь Вокруг Центра Галактики Мы Проходим Сквозь Газовые Облака Можем Приблизиться К опасным Объектам Звездам Черным дырам Взрывам Сверхновых Звезд Каждый Из этих Объектов Может Перевести Катастрофе На Земле Летить Сквозь Космос Очень Опасно И Наша Земля Иногда Пролетает Через довольно Опасные Участки Галактики Мастер 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 Если другая звезда приблизится, то ее гравитация встревожит облако и направит глыбу льда к Солнцу. Нам эти огромные ледяные шары известны как кометы. Приближаясь к Солнцу, комета надевается и выпускает облако газа и пыли. Которая называется хвостом кометы. Но эта комета не упадет на Солнце, а пронесется вокруг него и полетит обратно. Гравитация планет может сбить эту небесную страницу с ее пути. И тогда произойдет катастрофа. Такое случилось почти на наших глазах. В июле 1994 года над темным краем Любитера появилось яркое пятно. Оно было похоже на один из спутников планеты. Ир, только светилось сильнее. Оно стремительно приближалось, увеличиваясь в размерах. А затем с большой скоростью ворвалось в атмосферу. Так началось с падения на Юпитер обломков кометы шумейков Леви. А встрел длился на теле. За это время на Юпитер упало два десятка клуб. Самая большая из них достигала трех километров в диаметре. Каждый раз после удара поднимались облака раскаленного газа, напоминавшие атомный гриб. Мы должны радоваться, что в нашей Солнечной системе есть Юпитер. Если бы не он, космические объекты каждый раз падали бы на Землю. Их перехватывает Юпитер, спасая нашу планету. К сожалению, в космосе существуют страшные чудовища, которые могут уничтожить не только планеты, но и целые Солнечные системы. Эти межзвездные истребители могут разорвать наше Солнце на куски. Познакомьтесь с самым страшным убийцей во Вселенной. С черной дырой. Она уничтожает все, что к ней приблизится. Ведь черная дыра имеет огромную гравитацию. Она настолько велика, что даже свет не может вырваться с поверхности черной дыры. Но как найти черные дыры? Астрономы ищут не сами черные дыры, а звезды, которые были захвачены их мощной гравитацией. Брызги от частиц, которые вот-вот исчезнут в пасти черной дыры, долетают до нашей планеты, как прощальный привет от гибнущих звезд. Редущая гибель Земли неминуема. И избежать ее не удастся. Все описанные здесь трагические сцены могут стать реальностью. Но лишь одна непременно произойдет. Причиной всему звезда, которая дает нам жизнь, но готова в будущем ее отнять. Со временем Солнце изменится, ведь у любой звезды происходят перемены. Наше светило превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Это случится не сразу. Солнце будет разогреваться постепенно. Через полмиллиарда лет Солнце будет следить на 10% ярче, чем сейчас. Эта цифра, казалось бы, незначительная. Но на самом деле Солнце разогреется так сильно, что наша планета будет попросту выжжена. Ну-ка, теперь она будет напоминать Венео, огненно раскаленную, мертвую пустыню, где не найти убежища ни одному живому существу. Где скорее встретишь озеро из расплавленного свинца, чем увидишь каплю воды. Через 5 миллиардов лет Солнце неимоверно растутся. Его край достигнет Земли, а его жар расплавит даже в камни. Наша планета будет покрыта текучим, раскаленным месем. Вот таким будет неминуемый финал нашей земной цивилизации. Космические силы окончательно победят. Они уничтожат любое воспоминание о жизни в этом уголке Вселенной. Но это произойдет через миллион лет. А пока наша планета живая, прекрасная. И наше пока ласковое Солнце дарит нам прекрасные рассветы. КОНЕЦ История про планеты, про Солнце. Ну что, я думаю, в принципе, интересно послушать, посмотреть. Хотя меня немножко смутило само качество фильма, да? Я думал, что оно будет поинтереснее, почетче, поярче. А так эффект неплохой. Ну что, мы на территории парка Ташкент-Сити. В поисках мороженого. Вон там будка есть, извините тебя. Помахали ручкой папе. Камалюшка! Помахали папе ручкой, привет сказали. Вот такая красивая территория парка. Да, искусственные водоемы тут. Да, это и есть фонтан. Да, с левой стороны он как бы просто вода. А с правой сам фонтан поющий. Такие винтажные автоматы. Дюше, стархун, чистая вода. Так, автомат принимает до 5000 сумм. Внесите необходимую сумму для покупки напитка, нажмите кнопку напротив. И аппарат автоматически выдаст стакан и нальет напиток. Вот сюда купюра, монета, приемник. Помните, да, в советское время были такие по одной по три копейки? Ну вот что-то вроде этого. Правда, современное. Сувениры, билеты, брелки. Давайте покажу, что тут. Да, идемте туда. Вот такая есть аллейка. Да, здесь, кажется, мороженого нет. Вот здесь хот-доги, бургеры и напитки. Есть, да? О, Азизка нашел. Да, есть, оказывается. Салам, алика. Вороженый бармен? Бар, бар. Свежий? Конечно. Ничего, да. Он милый, а он без милый. Он милый, а он без милый. Да, он без милый. Он без милый. Это стаканчик по доллару, это по полтора доллара. И полный алканбарда, и полный чигарин. С мясом? С мясом. С мясом. Ты какого делаешь шоколада, Паш? Шоколад. Биттансы он милый чигарин. Шоколад. Еще один шоколад, да. Икты шоколадки, икты хвал. Это, спросите, карточка или наличная? Да, наличная есть. Наличная есть? Да. Все. Ну и давайте я вам покажу такие жилые дома, которые построены буквально недавно на территории Ташкент-Сити. Папа, смотри. Красивые новые дома. Ух ты, Камалюка. Ну, давай, кушай. Чтобы не упало. Сразу, сразу возьми, откуси. Вот так. Камалюш, давай тебя сфоткать с мороженым. Своё не уроните сейчас. Камал, смотри к меня. Улыбнись. Красиво. Камал, нормально это сделай. Так, о-о-о. Камалюша, нет. Вот такое мороженое стоит. Сколько, 10, да? Нет, смотри. 10 тысяч? Да. Камал на меня посмотри. Ну, это где-то. Где мороженое? Покажи. Доллара нету. Ну что? Покажи. Где? Куда? Кофейная. Так, вот так, сиприконом фотка получается. Да. Надо вот сюда, надо его поставить. Айфон, покажите. Да, действительно, прикольно. Камалюшка, иди сюда. Да, пусть кушает, Камил. Я хочу его с вами. Куда, встать. Куда, встать. Идём, идём. Только лицо нормально. Разворачивайся. Посмотри, посмотри. Да, иди меня посмотри. Да, вот на маму посмотри. Где твоё мороженое? Нет, лицо нормально. Видео. Видео. Да, он фон размыливает, да? Красиво получается. Ну, чё, пойдём дальше? К нашей машине, да? Чуть-чуть теплее стало, и уже хочется мороженое. Да, Азис? Может, пойдём потихоньку, Камил? Нет, посидим, чё вы так? Азиска, ну как ты? Тебе понравилось? Планетарии? Очень. Интересная история, да? Да. Ну, вот про солнце, про чёрные дыры мне понравилось. Но жарко, что даже если миллион лет, всё равно жарко, что ещё раз будет. Будешь спалить? Да, и то, что солнце через сколько-то тысяч лет... Миллион лет. Миллион лет, да, споглотить всё живое, это, конечно, не очень хорошая перспектива. Хотя, мне кажется, люди, нашу планету ещё раньше успеют загадить, чтобы она вообще была непригодная. Так что до этого мы можем и не дождаться. Берриотانя, уйд. Субтитры сделал DimaTorzok Не намочится, не успокоится Он же мокрый Сомалиш, идем Ну что, друзья Да, вот такая легкая прогулочка По Ташкент-Сити Если есть желание, приезжайте Конечно Очень просторная территория Можно похудяк, погулять, подходить Побегать, особенно с малышами Так что, приезжайте в Ташкент И у вас будет Есть где походить Возможность Всем пока-пока, до новых встреч Всего доброго